540 километров в час! What the fuck? Дома и к поезду! Вау! Дед! Дед, ты живой? Всем здорова, дорогие подписчики, с вами Диман, и сегодня он снова и ведусь к ПЙД5. Сегодня меня дед забрал со школы, как вы видите, да, друзья? Дал порулить мне на его шестерке, и сегодня мы устроим тест-драйв вот этой каракатице, вот этим настоящим дровам русского автопрома. Народ, протестируем её в трафике, а также разгоним до максимальной скорости, ну и немножечко поиздеваемся над этой тачкой. Я думаю, что мой дед не особо будет на это бомбить, в принципе, вон он сидит, как вы видите, да? Я думаю, она, как обычно, заснёт, и мы можем спокойно что-нибудь с ней сотворить. Такого бомбезного, что, мне кажется, вы этого ещё и вообще не видели. Короче, друзья, наверное, такие уже стоит начинать, в принципе, погнали, да? У нас вот такая вот шестёрка белого цвета, в принципе, да, прокачана, он в неё ввалил достаточно много бабок, и сегодня мы будем её, конечно же, тестировать, друзья, и уничтожать. Так, ребятки, ну что же, по традиции, тестируем её в трафике, и вы знаете, я решил у вас немножечко спросить, вот у кого в семье была хоть раз шестёрка? Вот просто сейчас напишите в комментариях и поставьте лайкосики, у кого она была. Если у кого не было, то, может быть, у вашего деда была именно шестёрка, или уже какого-нибудь дяди или крёстного, друзья, вот интересно было бы знать, сколько нас таких, потому что у меня в семье, по-моему, была шестёрка, но не у меня, а именно у моего деда, и поэтому, народ, сегодня мы будем смотреть, что вообще это за тачка. Нормально, друзья. Ну, в принципе, смотрите, что мы имеем. Немножечко царапины на наших дверях, и, соответственно, разбитый полностью перед у этого внедорожника, плюс фара и прочее, прочее. Короче, друзья, нормально, в принципе. В принципе, тестируем её в трафике, посмотрим, насколько она может жить, и, в принципе, друзья, она реально, она тащит, выглядит, и она бочком идёт. Будь здоров, друзья. Вот поэтому я и понимаю, что теперь наши все бэпановцы любят именно русские тачки, потому что они действительно легкие в тюнинге и, соответственно, хорошо идут в занос. Отлично. Ладно, друзья, давайте мы попробуем, я не знаю, наверное, поставить спидометр, да посмотреть, сколько вообще она может нас разогнать. Как обычно, мы, я думаю, сейчас доразгоним её, наверное, до 120-150 км в час, может быть, даже больше пойдёт, я не знаю. Хотя, вау! Вау! Вы гляньте на это, бочины нету, зада нету, но зато... Кстати, как будто затонировано, вот реально так красиво выглядит. Блин, может фонари поразбивать, да так ездить? Нифига вмятина. Ну, зато она, друзья, живая и будет ехать ещё очень долго, поэтому давайте попробуем её сейчас разогнать. Кстати, я не знаю, что там мой дед, который... Вау! The fuck! Охренеть, ребята, всё, переда точно нету. Я не знаю, мне кажется, это по-настоящему. Дед, сидящий сзади, уже бы убил, наверное, своего внука, или же, я не знаю, пристрелил бы его, как минимум, за такой раритет и за то, что сделал внучок с его тачкой. Блин, ребята, она вообще уже неуправляемая, как бы, да? Но зато она, в принципе, набирает скорость и может ещё что-то показывать. В принципе-то, это нам и надо, зато потом мы её немножечко разгоним до максимума! Вау! Почти проскочил, ребята, вот реально почти проскочил. Там что-то дедок мой кричит, да, сзади? Дружище, да ты не переживай, всё нормально, я тебе починю её потом. Может быть, конечно, но это не точно. Ладно. Так, друзья, валим, 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 вот так вот. Воу, фак. Я не знаю, насколько её вообще хватит, друзья, это настоящий краш-тест в реальной жизни. Как бы, у нас сейчас стоит мод на реальные повреждения, мод на реальную графику. То есть, друзья, всё, что сейчас вы видите на своих экранах, это было бы в настоящей жизни, если бы такой вот малец взял бы у своего дедка вот такую вот шестёрку и попытался бы поехать без умения... А, уже двигатель горит, ребят, уже двигатель горит. Фак, 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 фак! Сейчас загоримся, сейчас взорвёмся, ребята. Нет, 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 нет. Вы поняли то, что было бы, мы бы просто взорвались и больше бы, как бы, я думаю, не проводили бы такой краш-тест, потому что тачки бы не было. Ладно. Так вот, друзья, отремонтировали её, сейчас разгоним до максимальной скорости, посмотрим, на что она вообще способна! Какого чёрта? Вот мудлан. А, это именно тот же чувак, которого мы как бы сбили, помните, да, друзья? Именно тот, который пытался до нас докопаться ещё в начале видоса. Так вот, ребят, всё, что вы именно сейчас видите, это было бы всё в настоящем времени, до настоящей жизни, если бы вы, там, допустим, не умеющие ездить на машине, взяли бы у дедка своего тачку и попытались бы на ней немного покататься в городе. Вот именно бы такие повреждения вы бы и увидели бы на своей тачке. Фига, дед чуть не выпал! Реально, друзья, чуть-чуть и дедка бы не было. Ладно, народ, даже в таком состоянии мы прямо сейчас попробуем её разогнать до сотки. Я не знаю, получится либо у нас на этой полосе, либо же где-нибудь в другом месте, но я думаю, что стоит. Давайте, раз, два, три, погнали! Раз, два, три, четыре, пять. Ну, где-то, друзья, 4-5 секунд, это достаточно много. Блин, даже не такие спортивные тачки, я не знаю, там, с моторами V6, там, не знаю, всякие такие вот прокачанные, тюнингованные тачки, и то где-то за 7 секунд вроде бы было... Да-да-да, помню, за 7 секунд разгонялись, ну а тут 4-5... What the fuck? Что за тачка-то у нас, друзья? Я просто не понимаю. Ладно, давайте, как обычно, мы её прямо сейчас ещё поуничтожаем, затем мы разгонимся и ударимся в стену, затем мы её раздавим и попытаемся разорвать. Да, друзья, я много раз говорил о том, что мы её разорвём, но этого не делал в течение видоса, и именно в этот день, в этом видосе, мы попытаемся разорвать эту тачку на куски. Я установил мод, и у нас всё должно сработать. Кстати, у нас минус колесо, и минус колесо, и мы можем ещё три сотни ей накинуть. What the fuck? Воу! Фу! Офигеть! Я даже не знаю, друзья, как реагировать на вот это всё, но это было эпично. Блин, опять сейчас. Друзья, знаете, что меня не радует в этой тачке, так это то, что она сразу же загорается. Этого не было на других тачках, но тут сразу воспламенение идёт просто безумное, и мы не успеваем, в принципе-то, ничего даже и проэкспериментировать, и разбить тачку до максимума. К сожалению, вот именно это возгорание нам и мешает, но зато, зато мы можем на ней ураганить в отбойник! Фу! Блин, ребят, так она ещё есть. Да ладно вам. Чё, серьёзно? А, не, рулю капец, друзья. Рулю полностью в восьмёркой. Перед у нас тоже, как бы, ну, не айсово себя чувствует, полностью вмятый. Я не знаю, как она ещё едет, друзья, но мы будем выжимать с неё последние соки. И давайте мы на ней, наверное, ещё накинем километров 300, да? Вот. Офак! Всё, ребят, приплыли. Приплыли, идёт воспламенение, возгорание, я так понимаю, да? Вот, возгорание. Кстати, кстати, нет, она уже больше не поедет, друзья, к сожалению. Но, зато, зато, теперь мы знаем, что будет, если мы будем на ней кататься в трафике. В принципе, ну, более-менее безопасная тачка, я вам скажу, друзья. Поэтому не берите, точнее, берите, не ссыте у деда своего шестёрку и также вот гоняйте, только, блин, осторожнее, ребят. Вот просто я вас прошу, не гоняйте особо сильно, потому что, может быть, всякие такие вот ситуации, от которых никто не застрахован. И, в принципе, друзья, ну, как бы, достаточно крепкая тачка. Ещё, кстати, помню, у меня в жизни было такое, что тачка, именно шестёрка, реально врезалась, точнее, врезалась с дерева, вылетела с трассы, и все люди, было пять в этой тачке, все выжили. Вы представляете, друзья? Она просто была в мясо, заднее сидение было впереди, вообще вон в капоте, и все люди выжили. Поэтому эта тачка действительно, ну, более-менее такая безопасная, прям, да? Кстати, в реальной жизни, как бы, Вольво считается самой безопасной тачкой. И у нас же, в реальной России, будет считаться именно шестёрка, да. Кто со мной не согласен, пишите в комментариях, почему. А мы продолжаем дальше уничтожать и ураганить на шестёрке. Вы гляньте на это. Офигеть, ребята. От этой тачки скоро ничего не останется, поэтому давайте мы по пирсу погоняем здесь, да? Вот под вот этого заедем, почему бы нет? А давайте попробуем реально в него подъехать и пролететь под ним, а? Было бы реально клёво, круто. Так-так-так-так-так-так-так. Хотя, мы сейчас делаем по-другому, друзья. Да, мы сейчас делаем по-другому. Мы его, эту тачку, раздавим вот этим монстром. Друзья, это уже не запланированный, в принципе, сюжет, который я даже и не думал проверять, но именно на вот этой тачке, на... Ну, давай, садись, дед, ёпта мать. Чё ты тупишь-то так? Отлично, друзья. Дед у нас Тревор, как вы понимаете, имеет внука. Внук слишком опасный. Ну, как, в принципе, и сам Тревор. Поэтому мы будем сегодня испытывать абсолютно всё. Кто смотрел няньки, тот понимает, что сейчас... Офигеть, колесо отпало, друзья. Отвечаю. Жесть. Кто смотрел хоть раз няньки, тот понимает, что вообще... Я не знаю, ребята, это просто... Это такой жесткач, это... Это трэшак, ребят. А вот этот трэш просто ставьте. Охренеть. Тачка, всё, тачка горит. Ребят, тачка горит. Ей, мне кажется, трандарики конкретные. Ладно. Давайте попробуем её восстановить, что ли, или посмотреть хотя бы, что вообще от неё осталось. Да? Вау! What the fuck? What the fuck? Стёкла на месте, но стёкла, понятно, в принципе. Ну, вы глядите на ущерб. Кстати, вот где-то вот в таком она состоянии была в моей жизни, когда я видел именно ту аварию. Ребята, вот серьёзно, вот в таком состоянии, и все пять человек просто выжили. Я очень этому рад, но всё же, как бы, да, тачка более-менее такая безопасная. Ну, вы глядите, она просто вся смята. Ладно, друзья, в принципе, мы её проверили по трафику, немного покатались по этой тачке на вот таком вот монстре, и теперь мы можем её протестировать, ударившись в стену на огромной скорости, плюс разорвать её и, в принципе, сделать умозаключение этому краш-тесту. Блин, дедок, ну не парься, всё нормально, я же тебе отвечаю. Сейчас тачку починим, поедем дальше. Ребятки, ну что же, мы продолжаем. Ну, в принципе, прямо сейчас мы въедем в стену на огромнейшей скорости. Я думаю, что будет даже... Давайте вот в эту въедем, а? А чё бы нет? Главное, чтобы далеко не улетело, да и, в принципе, ангар открытый. И я думаю, что стоит начинать. Давайте. 540 километров в час! What the fuck? Нифига! Я этого вообще не ожидал, в принципе. Ребят, тачка-то, я бы сказал, не так уж. Так, подождите, не тот годмод. Тачка действительно, ну, в идеале почти что. Даже особой царапины нету, то есть просто нет переда и всё, как бы. Ладно, давайте ещё раз. Я не знаю, какова скорость, главное не улететь сейчас с трассы, как бы, да? Вот, 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 вот. Вот прямо сейчас! Вот так вот! Вау! Кстати, двигатель... Ребят, двигатель у меня заклинил. Слышали, да, как бы? Ну, чё я могу сказать? Тачка, да блин, ребят, она почти не мнётся. То есть, перед немного уходит, как бы, да, идёт введение всего кузова. Но это не... Это... Это не останавливает эту тачку, и она дальше, как бы, едет, и всё нормально. Окей, погнали её разорвём прямо сейчас. И потом, народ, что-нибудь ещё интересное придумаем. Ребят, ну что же, в принципе, мы можем прямо сейчас разорвать эту тачку, как бы, да? Её сейчас просто, я не знаю, к вот этому дому и к поезду. К поезду. Вау! Поезд просто вырвал дом, который стоял здесь с кусками. Офигеть! А где тачка-то? Я не думал, что именно так будет, ребят. Всё, что-то взорвалось. Ребят, тачка взорвалась. Охренеть! Я не думал, что будет именно так. Давайте повторим эксперимент, потому что я надеялся, что дом выдержит и тачку просто разорвёт. Офигеть! Ребят, на этот раз, в принципе, мы привязали её к столбу. И я думаю, что стоит её попробовать разорвать прямо сейчас и... Отлично! Воу! Дед! Дед, ты живой? Дед! Ёпта! Я не знаю, ребят, что произошло. А, кстати, наверное, многие бы спрашивают, почему он мне дал эту тачку. Потому что, как вы видите, у него тут, блин, разбитая бутылка. Потому что он синячил по-жесткому. Поэтому и дал мне эту тачку как раз-таки к... К эксперименту. А где она? Ребят, я реально, я не знаю, где эта тачка теперь, кстати. Возможно, где-то вот тут она валяется, да? Но, как вы видели, её не разорвало на куски. А это значит, что действительно тачка крепкая. Хотя должно было, по идее. Но мы этого не наблюдали. Ладно, народ, в принципе, вот так вот мы провели парочку экспериментов над этой тачкой. И стало быть уже стоит переходить к заключительному этапу для неё. И если она выживет, то я буду считать её самой офигенной на протяжении всего краш-теста. Тачкой нашего автопрома. Ребят, ну и последний наш этап, это, конечно же, гора Чили. Я очень надеюсь, что... Уже нету фар. Уже нету фар. Офигеть. Я не понимаю, ребята, что с этой тачкой она сыпется просто на глазах. Но я очень надеюсь, что она выживет на этом этапе. И если это так, то я просто буду считать её самой офигенной и куплю себе в реальной жизни. Почему бы не, да? Окей, погнали. В принципе, аккуратно, без резких движений. Дед уже охеревает от того, что тачку одну он потерял. Это уже вторая, друзья, купленная на... Ой-ой-ой-ой-ой. На продаже. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Дедок! Главное, главное, не кипишу. Тебе нельзя нервничать, Тревор, блин. Фак-фак-фак-фак-фак-фак. Ему точно нельзя нервничать, потому что у неё сердечко не выдерживает. Ладно-ладно-ладно. Аккуратненько. Друзья. Нет, она не выдержала. Ладно, даже если взорвётся, будет похеру. Вот реально, будет полностью мне похеру как бы тачка. Если доедет до конца, это будет просто... Это трэш. Я даже сейчас не жму на газ, потому что она уже не едет, друзья. Она уже всё, ей кабец. Кабздец, скажем так, полный. Но... Она может своим ходом добраться до конца этой горы и, в принципе... Дед. 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 Блин. Ребят. Я не знаю, что... Что вообще творится? Что... Я не знаю, ребят. Остановилась. Слава богу, она остановилась. Но... Деда-то нету. Да? Дед же тут. Ребят, я даже не могу различить среди... А горе... Да, вот он, дед, ребята. Дед сгорел. Дед просто... Мать его, сгорел. Ну да уж, ребята, вот такой вот краш-тестик у нас получился. Как бы... Я потерял деда, потерял тачку. Мы немного протестировали эту тачку. Кстати, она не выжила на этой горе и чили. Это значит, что... Ну, в принципе, за три краш-теста, которые вышли на моём канале, ещё ни одна тачка не доехала до конца. Поэтому реальные повреждения делают своё, и как бы после такого, по идее, ну, ни одна тачка не должна как бы выжить. Поэтому, народ, если вам понравилось, обязательно ставьте лайкусики. Я не знаю, в честь памяти нашего деда, который здесь, вот, как вы видите, прикопчённый уже, да? Ну, ему просто... Ну, капец, всё, ребят, это просто, это... Ладно. Всё, ребят, на этом всё. Спасибо огромнейшее за ваш просмотр. Обязательно ставьте лайкусики и обязательно подписывайтесь на канал, а также жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые интересные видосы. Ну, а с вами был Диман. Также, если желаете попасть ко мне в друзья ВКонтакте, сделайте это очень просто. Репост этого видоса к себе на страничку, с моей официальной странички, или же группы. Ссылки будут в описании, кстати, в группу. Подписывайтесь также, не забывайте. Ну, в принципе, всё сказал, как бы, да. Всем удачи, ребята, и всем пока никогда такого не повторяйте, потому что это просто лютая жесть. Только я могу вам показать это в GTA V, чтобы вы знали, что будет. Поэтому, народ, никогда, ни в коем разе этого не делайте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова